МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И премьеры недели, которые стоит посмотреть. Оправдают ли ожидания? Разберемся. Чаннинг Татун заинтересовался высшей математикой. Смена карьеры или очередной блокбастер? Слухи и факты мира кино расскажет Алена Решетняк. Русские собаки против английского медведя. Кто оказался на верхних строчках рейтингов? Узнаем через несколько минут. Рейтинги, рейтинги и еще раз рейтинги. Хорошее кино быстро становится популярным. Самая отличная реклама – это мнение зрителей. Конечно, не стоит верить на слово всем и каждому. Вкусы разные. Однако, без сомнения, можно сказать, что кинозалы захватили звери. А именно собаки и медведь. Елки-лохматые и паддингтон на первых строчках всех рейтингов. Причем медведь не уступает пьедестал. Общие сборы уже превысили 300 миллионов рублей. На второй строчке – «Елки-лохматые» – 77 миллионов. Третью строчку занимает «Кантинуум». Его результат – 64 миллиона. На мой взгляд, тройка лидеров изменится на этой неделе. Знакомимся с премьерами. Эта российская премьера известна во всем мире. Как минимум, о ней слышали. «Левиафан» показали на всевозможных кинофестивалях. Он стал победителем в номинации «Лучший сценарий» на Каннском кинофестивале. И, конечно же, получил «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Впервые за 45 лет российская лента удостоена такой награды. Так чем же эта лента отличается от других? И что понравилось зарубежным кинокритикам? И самое главное – понравится ли все это нам, российскому зрителю? Ответы на эти вопросы вы сможете получить только после просмотра. «Левиафан» Андрея Звягинцева. Уже в кино. Ну и что? Я твой. Бог. Милосердный. «Восстановлением администрации города Прибрежный номер 1295 принято решение об изъятии у Сергеева Николая Николаевича земельного участка, расположенного на нем зданиями и постройками. Жилой дом, ангар для проведения автослесарных работ, хозяйственный блок теплиц». «Власть надо знать в лицо». «И чего тебе надо, власть?» «Вот это все». «Полистайте». «Люблю тебя». «Я знаю». «И когда это у нас с вами было такое? Вошь придавили! Воня на всю округу!» «Папа! Там чужой дядя чуть ли лили в души, а Ромку увидел и плачет». «Чего тебе? Ты все испортила? Это все из-за тебя!» «Да я во всем виновата». «Во всем никто не виноват. Каждый виноват в чем-то своем. Прости ее». «А ты простил?» «Пытаюсь». «Нашли». «За что, господи?» «Ну, может, скажешь хоть что-нибудь напоследок?» «Тебя не понимаю». «Я же с тобой по-человечески. Чего ты мне охарить будешь? Зачем?» «Уголовный розыск. Ты почему по повестке следователя не явился?» «Папа!» «Вы все понятно?» «Нет, ничего не понимаю». «Двигаемся дальше. Мы привыкли видеть суперагентов в стильных костюмах, вооруженных до зубов гаджетами и, конечно же, на дорогом автомобиле. Но как выглядели настоящие шпионы-агенты – загадка. На мой взгляд, следующая картина поможет понять, как они выглядели во время Второй мировой войны. Главный герой – английский математик Алан Тьюринг. Его задача – взломать код зашифрованных сообщений и помочь остановить войну. Насколько это сложно даже для самого умного? Узнаем из ленты «Игра в имитацию». Это война. Нам ее не выбрать. Если вы скажете хоть слово о том, что здесь услышится, вас обвинят в государственные изменения. Кто вы? Алан Тьюринг. Один из величайших математиков. Представляю вам «Эннигл». Это величайшая шифровальная машина в истории. Немцы используют ее для передачи своих сообщений. Существует 159 миллионов, миллионов, миллионов комбинаций. Ее шифр невозможно взломать. Я попробую и дам вам знать. Мистер Тьюринг, вы в курсе, сколько людей она погубила? Троих. Пока мы здесь с вами говорим. Черчилль назначил главным Алана. Кит и Чаррис, вы уволены. Любимчик профессоров, да? Нам не хватает людей. Значит, найдем еще. У вас есть шесть минут, чтобы выполнить задание. Это вообще реально? У меня ушло восемь. Пять минут, тридцать четыре секунды. Вы просили успеть за шесть? Так в чем наша задача? Взломать нацистский шифр и выиграть войну. Чтобы взломать этот безумный код, нужно и самому быть гением. Неважно, насколько ты умен. Эннигма умнее. Только машина может быть умнее другой машины. Хоть одно сообщение вам удалось расшифровать? Мой дешифратор работает. Рано или поздно ты ошибешься. Что если Джоан меня не привлекает? Это противозаконно. Они найдут способ избавиться от тебя. У тебя больше тайн, чем у кого-либо. Я преступник. Или герой войны. Не вам решат, кому жить, а кому нет. А кому тогда? Вам никогда не понять всю значимость моей работы! Алла! Боже! Да! Иногда совершенно обычные люди создают нечто такое, что потрясает воображение. На десерт остается фантастическая премьера. Восхождение Юпитер. Режиссеров Энди и Лана Вачовски. И снова выход ленты в прокат переносили не раз. Работа над спидэффектами заняла больше времени, чем ожидалось. Вследствие чего студия Warner перенесла релиз картины с июля 2014 на февраль 2015. По словам представителей студии, в ленте больше 2000 кадров со спецэффектами, на которые ушло очень много времени. Бюджет картины 150 миллионов долларов. Из первых кадров понятно, что бюджет не был потрачен впустую. Во время съемок группа собрала установку из шести камер, которую разместили на вертолете. Охватываемый установкой угол составил почти 180 градусов, что позволило на стадии постпродакшна объединить перекрывающие кадры и создать ощущение, что камера движется независимо от фактического пути вертолета. Главные роли исполнили Мила Кунис и Чаннинг Татум. Нас учили, что родной мир человеческой расы Земля, но это не так. Ты знаешь, что произойдет, когда люди узнают правду? Сомневаюсь, что большинство хочет знать правду. Я хочу. Наша планета была заселена компанией Абросок Индастрис около 100 тысяч лет назад. Это одна из самых могущественных династий во Вселенной. Есть три главных наследника, Старший Болем. Он владеет этой планетой и хочет тебя убить. Говорю же вам, я никто. Вы королева. Что насчет девчонки? И еще два. Приведи ее ко мне. Когда те же гены вновь появляются в том же порядке, вы это называете реинкарнацией. Жизнь вашего величества скоро изменится. Но я останусь прежней. Сейчас Болем владеет правом на Землю, но скоро Земля будет принадлежать вам. Я соберу урожай с этой планеты завтра, до того, как позволю забрать ее. Ты когда-нибудь видела жатву? Нет, но я слышала, они не чувствуют боли. Убей ее! Надо было сразу сказать, для чего ты ее ищешь. Эта планета принадлежит мне. Больше нет. Ваше величество, у меня больше общего с собаками, чем с вами. Я люблю собак, даже очень. Поехали! Кстати, фанаты Чаннинга в восторге. Уже вторую неделю их кумир появляется в главных ролях. Сам актер на этом не останавливается. Накануне появилось сообщение, что команда Чаннинга берется за новый проект. Внезапный гений. История основана на реальных событиях. Главный герой обнаруживает в 31 год склонности к математике. После получения множественных травм в драке у него появляется способность видеть геометрические формы во всех вещах вокруг. Конечно же, на продюсировании они не остановятся. Главную роль намерен исполнить сам Чаннинг. О других новостях мира кино расскажет моя коллега Алена Решетняк. Фанатам цикла произведений писателя Джорджа Эрр Мартина «Песнь льда и огня», на основе которых создан сериал «Игра престолов», придется запастись терпением. Поскольку долгожданный шестой роман серии «Ветры зимы» не будет опубликован в 2015-м. Вместо этого издательство HarperCollins выпустит иллюстрированное издание «A Night of the Seven Kingdoms», состоящее из трех новелл, действия в которых происходит в землях Вестероса примерно за век до событий, описанных в цикле «Песнь льда и огня». Новость о том, что «Ветры зимы» не будут готовы в текущем году, не может не волновать поклонников сериала, поскольку предстоящий пятый сезон «Игры престолов» включил в себя весь имевшийся на сегодняшний день материал цикла. Мартин работает над шестым романом «Ветры зимы» с момента выпуска «Танца с драконами» в 2011 году. Популярный писатель в декабре 2014 года обратился в своем блоге к читателям, чтобы покончить со спекуляциями о том, что «Ветры зимы» близки к завершению. Напомним, пятый сезон «Игры престолов» стартует 12 апреля. В США прошла церемония вручения премий Any Awards, которые отмечаются «Главные достижения в анимации за год». Лучшим полнометражным мультфильмом признан «Как приручить дракона 2». Его соперниками были «Город героев», «Песнь моря» и «Лего фильм». В категории «Лучший короткометражный мультфильм» победу одержал проект «Пир». В номинации «Лучшие анимационные эффекты» в полнометражном художественном фильме премии отмечен фильм «Грань будущего». Его конкурентами были картины «Ной», «Новый человек-паук», «Высокое напряжение», «Хоббит 2. Пустошь» с «Мауга», «Трансформеры 4. Эпоха истребления» и «Люди Икс. Дни минувшего будущего». В номинации «Лучший анимационный персонаж» в полнометражном художественном фильме награду получили аниматоры, работавшие над фильмом «Планета обезьян. Революция». К другим новостям. Объявлена дата свадьбы Джонни Деппа и Эмбер Херт. Как сообщается в прессе, закрытая церемония бракосочетания состоится на личном острове актера 7-8 февраля. Ожидается, что на торжестве будут присутствовать лишь близкие родственники молодоженов. В частности, со стороны Деппа будут его 15-летняя дочь Лилле Роуз и 12-летний сын Джек. В общей сложности количество гостей не превысит 50 человек. Платье невесты подготовлено модным домом Стелла Маккартни. Напомним, актеры познакомились на съемках фильма «Ромовый дневник». По слухам, именно этот роман стал причиной разрыва отношений Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради. Актер состоял в гражданском браке 13 лет. Студия Уолл Дисней Пикчерс и Лукас Филм не отказались от своего намерения продолжить популярную серию фильмов, посвященную знаменитому археологу и искателю таинственных артефактов Индиане Джонсу. Как сообщает издание Deadline, теперь партнеры предполагают полностью перезапустить франшизу с новым исполнителем главной роли, которой может стать Крис Претт. Пока эта информация может расцениваться лишь как слух, ранее Харрисон Форд неоднократно заявлял, что готов еще раз сыграть Индиану Джонса. Только в том случае, если у проекта будет хороший сценарий. И это все киноновости. Услышимся! И это последняя информация о выпуске. Мы увидимся с вами ровно через неделю. Я напоминаю, что все материалы нашего телеканала доступны на портале rostovlife.ru. В разделе «Не новости» вы найдете полную афишу развлечений. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова